Шесть попаданий в радиусе 300 метров, что известно об ударе РФ по дворцу спорта в Харькове. При обстреле Харькова 1 сентября только в Немышлянском районе, где расположен дворец спорта, насчитали шесть попаданий ракет. Все они находятся в радиусе 300 метров. Об этом в комментарии YouTube каналу Новости Украина рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. В Немышлянском районе попадание и очень существенное повреждение двух зданий спортивного комплекса. Там россияне использовали целых шесть баллистических ракет. Предварительно там где-то 3-4 «Искандер-М» и 2-3 ракеты С-300 или С-400. Очень серьезное разрушение здания, рассказывает Чубенко. По его словам, всего общее количество пострадавших составляет 47 человек по состоянию на утро, в том числе 7 детей. Хочу заметить, что в этом районе шесть попаданий в радиусе 300 метров. Это свидетельствует о том, что россияне целенаправленно совершали удары по спортивному объекту, подчеркнул Чубенко. Он уточнил, что одна из ракет попала по детской площадке, возле этого спортивного комплекса, другие вокруг здания. Фактически россияне совершили военное преступление, которое уже невозможно обжаловать. С пятницы начали активно совершать обстрелы Харькова кабами. До этого, пожалуй, примерно месяц по Харькову не использовали кабы, напоминает Чубенко. По словам представителя оба прокуратуры, были даже такие надежды, что авиабомбы не достают до Харькова из-за угрозы того, что их самолеты-носители могут сбиваться украинской ПВО. Но, к сожалению, были нанесены удары. Использовались ФАП-500 СУМПК, это унифицированный модуль планирования и коррекции. На следующий день была использована по Харькову авиационная ракета гибрид ГРОМ-Е1, говорит Чубенко. Он объясняет, что это вооружение является чем-то средним между крылатой ракетой и авиабомбой. Она имеет боевую часть 315 килограммов, по сравнению с ФАП-500, где 500 – это общий вес этой бомбы, а боевая часть составляет около 200 килограмм. ГРОМ-Е1 давно также не использовали по Харькову. Несколько месяцев, может быть даже больше. Последнее то, что я помню, это попадание по парку Горького, бывшее название, сейчас Центральный парк, редакция, в центральной части города. Просто опять же в лужайку с травой, посреди парка попадания. Какие цели военные они преследовали непонятно, добавил Чубенко. Удары по Харькову 1 и 2 сентября. Напомним, что после условной паузы враг снова активизировал свои атаки на Харьков. В частности, вчера, 1 сентября, россияне нанесли ракетные удары по трем локациям в городе – Дворцу спорта, торговому центру в Салтовском районе и рядом с гидропарком в Киевском районе. В результате чего десятки людей пострадали, среди них есть дети, медики и спасатели. Кроме того, уже этой ночью город атаковали шахеды. Около 1.00 в результате вражеского удара БПЛА в Киевском районе пострадала женщина. Поврежден частный дом. К утру оккупанты нанесли очередные удары уже по индустриальному району. В Садовом обществе горел частный дом и три нежилых здания. Обошлось без пострадавших.